А на этом событии двери открывают всем, всем, кого выбирает народ. На этой неделе белорусы назвали любимые продукты питания и бренды, вкус которых узнают из тысячи. Премию потребительского признания «Народная марка» вручили в Национальной библиотеке. В общей сложности маркетологи собрали более 400 тысяч голосов за тот или иной продукт или услугу. Обладателем Гран-при премии как лучший производитель продуктов питания стала компания «Савушкин продукт» и вновь установила рекорд по количеству наград. И знаете, ради чистоты эксперимента мы предложили иностранным и не только экспертам продегустировать продукты, чтобы понять, действительно ли ее можно считать маркой «Народной» и даже «Международной». А заодно узнали, что же становится объективными причинами победы. Дегустационный эксперимент от Александры Раткевич. Организаторы премии решили, что о вкусах спорят и распространили свыше трех миллионов анкет, чтобы выяснить, кто в списке фаворитов. При этом не предлагали варианты ответов, то есть респонденты должны были без подсказок вспомнить и назвать лучше, по их мнению, торговые марки. Портрет опрошенных от матерей, студентов и пенсионеров до бизнесменов и даже рекордсменов. Сначала продукт его содержания, а потом обращаю на бренд. Ну и, естественно, можно выделить прямо сразу же это «Савушкин продукт». Безусловно, качество на уровне. Самая жесткая борьба разыгралась, как ни удивительно, в молочной отрасли. Компания «Савушкин продукт» становится обладателем гран-при премии «Народная марка» в категории «Продовольственных товаров». Сразу в шести основных категориях победила компания «Савушкин продукт». Традиционные молочные продукты, йогурты, творожные десерты, сыры твердые, творожные плавленые признали лучшими. Компания обошла показатели конкурентов почти в семь раз и завоевала гран-при конкурса. Многие годы инвестиционная политика нашей компании направлена на постоянную модернизацию, техническое оснащение, на расширение производства и на применение самых современных технологий. Только за последние пять лет инвестиции в развитие основного производства всех производственных площадок нашей компании составили около 150 миллионов долларов. Это позволяет нашему предприятию быть конкурентоспособным не только Беларуси, но далеко за ее пределами. Сегодня рынок сбыта нашей продукции – это 30 стран мира. Просто гордость. Если бы была такая номинация, можно было бы и так сказать. За премией следит наблюдательный совет. Кроме того, есть определенное программное обеспечение, которое не позволяет дважды проголосовать с одного и того же IP-адреса. И поэтому здесь мы действительно можем говорить об объективности. Вкус Савушкина знают в странах СНГ, ЕС, Сингапуре, Эмиратах и Иордании. А недавно компания победила и на международном дегустационном конкурсе «Супериор Тести Эвордс» в Брюсселе, став в ряд с мировыми продуктовыми брендами. При этом вопросы, вкусно ли и что можно улучшить, Савушкин продолжает задавать и мишленовским поварам, и гурманам из самых разных стран. Ответить объективно попросили гостей из Южной Кореи, Эквадора, Италии и Китая, которые о бренде услышали впервые в жизни. На столе сырники со сметаной, творог Савушкин хуторок, брускетта с лососем и творожным сыром и сырная тарелка «Брест-Литовск». Что это? Не знаю. Серники? Серники? Очень хорошо. Очень насыщенный вкус. Не очень сладко, но вкусно. Сладкое. Фокузна по-русски. А добавка есть? Сыр и рикотта. Можно добавлять в корейские блюда. Сыр с медом – роскошь. Хорошо. Очень похоже на пармезан. Очень вкусный. Маме бы понравилось. В китайской кухне сыр, например, делается из сои и часто используется скорее как приправа. А в традиционной корейской молочной продукты входят в состав десертов и несколько веков назад считались исключительно императорским деликатесом. Потому удивление вполне понятно, как и то, что от блюд в конце дегустации не осталось и следа. Благодаря особому подходу к содержанию коров, свежее молоко круглый год поступает из 148 хозяйств экологически чистой сырьевой зоны. Проходит тщательный лабораторный анализ по 30 параметрам. И только потом в стерильных цистернах попадает на производство. За сутки в среднем с конвейера всходит более полутора тысяч тонн продукции. Обладатель престижных кулинарных наград Антон Каленик входит в топ-200 лучших поваров мира рейтинга The World Master Chief. И поскольку его блюдо – это его лицо и репутация, на конкурсы и конференции обязательно везет несколько секретных белорусских ингредиентов. Был огромный фестиваль Slow Cheese, это съезд родилось со всего мира. Я возил наш сыр, я брал артистский молодой и брал наш салушкин выдержанный. Люди были в шоке, да, они вели вот этот вот натуральный вкус. Качество продукции, она всегда идеальная. Я знаю, что мне завод не подведет. Сегодня Беларусь занимает четвертое место в мире среди стран экспортеров сыра, по данным Белорусского статистического комитета. За этот год наши компании продали за рубеж более полутора сотен тысяч тонн сыров и творога. А это настоящий комплимент, который говорит о том, что действительно вкусно. Александра Раткевич, Артем Артеменко, Родион Кабанович, Иван Кашевников, Контуры.